Приговор. Именем Российской Федерации. Полгода судебных разбирательств и два дня оглашения приговора. На скамье подсудимых шесть человек. Пять мужчин и одна девушка. Все обвиняются в контрабанде и сбытии наркотиков. Из этой шестерки только Рамиз Гареф время следствия провел под домашним арестом. У него пять малолетних детей. В скором времени ждут шестого. Хочу спасибо сказать, что мне дали дом посидеть это время. Сейчас отдельно мы раскаиваем. За это время все осознал. Рассказал, что участие в сбытии наркотиков не принимал. Виновен только в том, что согласился забрать с почты посылку. О реальном содержимом, уверяет, не знал. Поэтому вину признал частично. Сбытия не признаю. Десятый. Не признаю своего вина. Потому что этого не было. Я даже не знаю, как посылка подавили. Там документы должны были быть. Но там не было документов. А по деньгам что обещали? Восемь тысяч. При этом у Рамиза Гараева две непогашенные судимости. За сбыт и хранение наркотиков. Обвинение считает его оптовым закладчиком. И просил 14 лет в колонии особого режима. Сам он просил помягче. Прошу режим помягче, не особый давать. Потому что у нас в Тарстане нет особого режима. Чтобы мочь видеть с своими детьми, с супругой, с мамой. Единственная девушка из подсудимых, Елена Трофимова, в последнем слове уверяла, что также виновата только в том, что забралась в почту посылку по просьбе сожителя. Бахтияра Рахматуллаева. Обвинение в сбытии наркотиков в особо крупном размере в составе преступной группы отрицает. Да, я попросил Бахтияр. Забраться посылку, только забраться и передать себе Бахтияр. Хорошо, у вас на меня еще не наказание. Лишь на то, что я не совершил. Бахтияр Рахматуллаев по версии следствия непосредственно раскладывал наркотики по тайникам. Дело фотографии скидывал координаты работодателям в мессенджерах. И за что получал деньги на интернет-кошельки. Александр Бакулин, как установили следователя, забирал оптовые закладки в Нижегородской области и прятал уже разовые дозы наркотиков. Все, что я совершил, я признал. За чужое, за то, что не совершался, я не хочу. Совершенно, но я полностью раскаиваюсь. Пять из шестерых подсудимых вину признали частично. Участия в преступном сообществе, говорят, не было. Полностью все отрицал только Никита Гудожников. Именно его обвинение считает организатором этой группы. И под его предварительством наркотики заказывали за рубежом. И уже в Татарстане и Нижегородской области расфасовывали на разовые дозы. И продавали через интернет-магазины. Ваша честь, что я так же не признаю. Никаких я иерархий не создавал. Прошу меня оправдать на всем статьям, которые мне обвиняются. В общей сложности обвинение запрашивало 95 лет лишения свободы для всех. Суд решил, что хватит 72. Никиту Гудожникову приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима. Рамис Гараев проведет в тех же условиях 12 лет. Его взяли под стражу в зале суда. 13 лет строгого режима суд назначил Александру Бакулину. По 9,5 – Александру Быстренину и Бухтияру Рахматулаеву. Елена Трофимова выйдет из колонии общего режима через 10 лет. Обвинения в организации и участии в присутствии в сообществе сняли со всех. Айрат Назиповна, Илья Абдулин и Константин Бушуев. Вызов 112.